Региональная научно-практическая конференция, посвященная 25-летию вывода советских войск из Афганистана, прошла сегодня в городе Надвугом. Более 10 докладов, в которых с разных сторон рассматриваются вопросы войны и мира, не только в этой стране, представили и непосредственные участники боевых действий и педагоги Брестского государственного технического университета. Вопреки всем научным законам, годы не властны над воспоминаниями людей, которые прошли через подобные испытания. А потому рассказы воинов-интернационалистов трогают до глубины дыши и заставляют задумываться о том, насколько хрупким бывает мир и как он важен. Почти полмиллиона наших солдат, сержантов, офицеров прошли через эту войну. И бесчисленное количество подвигов, совершенных на этой далекой и в общем-то чужой земле, свидетельствует о том, что мы с честью выполнили поставленное перед нами правительством задание. Для этих людей понятие чести, мужества и верности родине – не пустые слова. Выполнять свой долг, несмотря на все тяготы и лишения. Более четверти века назад такую задачу получили тысячи 18-летних ребят, которые еще совсем недавно сидели за школьной партой. Война, суровые испытания, о которой они читали лишь в книжках, для них стала жестокой реальностью. И это настоящие солдаты, воины и защитники. Сегодня они заслуживают уважения и внимания не меньше, а может быть даже и больше, чем два десятилетия назад. Мы должны помнить об этом. И ведь поймите правильно, что надо в первую очередь заботиться о тех семьях, которые потеряли своих сыновей на той войне. У нас таких 107, но живых уже осталось 99 по области. Понимаете? То есть идет тоже и проходит время, и не только умирают родители, но и умирают те же афганцы, которые воевали. Военно-патриотическое воспитание молодежи – одна из важнейших целей, которую ставят перед собой организаторы подобных встреч. Современные молодые люди, вопреки расхожему мнению, с уважением и благодарностью относятся к ветеранам, осознают важность подвигов, совершенных ими, а также понимают, что мирное и благополучное небо над головой – ценность, сохранение которой задача каждого человека. Конечно, память о прошедшей войне должна быть жива, чтобы ужасы той войны и все несчастья не повторились, и чтобы мы отдали свой долг и память людям, которые отдали свою жизнь для того, чтобы мы могли вступить в наше светлое будущее.